Доброе время суток дорогие друзья и подписчики сегодняшний ролик про кандидатов на олимпийское золото по дзюдо Токио весе до 66 килограмм так первый значит у нас кандидат Сергжанов Ерлан ему 26 лет особых результатов он конечно не добился самый лучший его результат это второе место в 2018 году на чемпионате мира также серебро есть на гранд шлеме ну и на гран-при он дважды становился серебряным призером и дважды бронзовым призером но если он будет бороться так же как на чемпионате мира в 2018 году то сможет завоевать олимпийскую медаль следующий у нас Шамилов Якуб Шамилов Якуб давно выступает тоже конечно особых титулов не имеет один раз был чемпионом гранд шлема дважды серебряным призером был гранд шлема три раза был чемпионом гран-при две серебряные у него медали на гран-при ну и пожалуй главная его медаль это бронза на чемпионате мира в этом году с очень хорошей техникой в основном у него силовые броски часто бросает через спину со стойки бросает через грудь подсады делает подхваты иногда хорошо получаются ну пожалуй лучше всего у него последнее время это подсечки подсечки это у него коронная коронный стал прием также он побеждал ломбардо броском что-то среднее между подсечкой и посадкой ему 30 лет это его последняя олимпиада и ему дали тренеры шанс я думаю он его я думаю он использует этот шанс и а и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Очень техничный дзюдоист Хорошо бросает У него и подхваты, и передние подножки Подсады Очень часто использует Зацепы хорошо делает Ему 27 лет Чемпион Грандшлема Трижды становился вторым на Грандшлеме Два раза бронзу Бронза также у него есть На чемпионате мира На Мастерсе он Четыре раза брал бронзу Четыре раза был Чемпионом Грандпри Вот это его основные Достоинства Два раза выступал на Олимпиаде Но без места Тоже скорее всего Это его будет последняя Олимпиада Хотя, может быть, на следующей Еще будет бороться На следующей Олимпиаде ему будет всего 30 Еще можно Попороться Тем более, кандидатов пока нет В грузинской сборной Даже король уходов от бросков Георгий Зонтарая Не смог уйти От бросков важи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, следующий у нас Ан Баул 27 лет ему Серебряный призер Олимпиады в Рио Проиграл тогда Фабио Базилио Неожиданно для всех Чемпион мира Дважды становился чемпионом Мастерса Четыре раза был чемпионом Гранд Шлема В общем, очень титулованный борец Очень техничный Техника борьбы у него Истинно корейская Борется всегда на захватах Срывает захваты Берет только удобный свой захват В основном Самый коронный бросок у него Это через спину с колен Ну, так же бросает Делает бычок Иногда подхваты Заднюю подножку делает Если проигрыша На Олимпиаде У него Огромнейшая мотивация Я думаю, будет Бороться очень сильно И покажет На что он способен Пожелаем ему удачи И ждем с медалью Субтитры сделал DimaTorzok 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 Следующий у нас Один из главных Претендентов на золото Абе Хифуми Абе Двукратный чемпион мира Девять раз становился Победителем Грандшлема Один раз был Чемпионом Грандпри Отличный послужной Отличный послужной список у него Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Абе, конечно, броски Коронные броски Через спину Через бедро Бросает Хорошо Задние подножки Зацепы Партерин Не борется вообще После чемпионата мира Жиширо Моруями Отомстил На Грандшлеме Восоке Победил его Сконтрил броском Абе Все шансы есть Стать Олимпийским чемпионом Но получится у него или нет Скоро узнаем Осталось совсем чуть-чуть Ну, я думаю, с медалью Он будет по-любому А вот какого достоинства Узнаем 25 июля Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, следующий у нас Ломбардом Мануэль Ему 22 года Молодой еще Юньор, можно сказать Но уже прекрасно выступает Во взрослых соревнованиях И выигрывает Был чемпионом мира Среди юниоров На Мастерсе Побеждал На Грандшлеме у него Одна золотая Одна серебряная Много континентальный кубок Семь золотых медалей В этом году Боролся в финале С Маруямой Но проиграл Ну, я думаю, что На чемпионате мира Он вообще вышел на расслабоне И боролся в полсилы Видимо, боялся травмироваться Перед Олимпиадой Поэтому Не сильно старался Но физически очень сильный Коронный бросок Это его бычок Ну, он также бросает Иногда через спину Но бычком своим Выигрывал Иоанн Баула Также с Абе Он уже встречался Выиграл его однажды Бычком он выиграл У Абе Тут не смог Ничего поделать Ну, вот На чемпионате мира 2019 года Встретился С Абе Ну, там, я думаю Я считаю, что Он его сконтрил Ну, видимо, посчитали Что бросок был из партера Поэтому Не засчитали Видимо, Ломбардо сказал ему Сегодня тебе повезло Но в следующий раз Не повезет уже Я думаю, он сделает все Чтобы стать Олимпийским чемпионом У него Все шансы есть для этого Думаю, это главный претендент На золото Пожелаем ему удачи И будем ждать Какую медаль он завоюет На этом все Спасибо за внимание Подписывайтесь на канал Ставьте лайки И ждите новых видео Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok